И снова всем привет ребят, с вами Леторн. Мы продолжаем прохождение игры Пиларсов Этерниси 2 Дэдфайр. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами закончили в таверне продолжение квеста Бихи и Бехеру. Вот сейчас попытаемся, ну я надеюсь, что у нас получится убедить дворфа взять всю ее семью. Там по-моему семь детей или что-то такое. Вот возможно, кстати, что вот эти деньги, которые мы предлагали капитану, возможно как раз мы ему и предложим, потому что иначе у нас как-то деньги получается есть. Интересно вообще, конечно. Ну сейчас увидим. Так, приглашенно слышна музыка. Овощи, рисовое вино. Пьяный пират. Смотрите, какая интересная комнатка. Генератор на адре. Включение-выключение чего-то. Хм. Интересно. Так. Группа ребят. Боец золотого соглашения. Гном сидит перед аккуратно накрытым столом. Перед ним отварные мидии, разложенные идеальными кругами. Высится ровная башня лепешек. Дыня нарезана трехугольными кусочками. Все его внимание сосредоточено на четырех кружках и бутылке перед ним. Кажется, будто кружки расположены вокруг бутылки идеальным квадратом, но гном наклоняется и поправляет одну из них. Остальные наемники молча наблюдают за этим ритуалом. Прошу прощения. Боец золотого соглашения. Он всегда так делает. Просто подожди. Он, затаив дыхание, берет бутылку и разливает по кружкам равные порции вина, с третьего-четвертого раза добиваясь идеала. Его спутники ждут с явно привычным терпением. Эдер. Так долго раскладывать еду и не выложить из нее смешную рожу? А зачем тогда вообще затеваться с этим? Когда бутылка наконец пустеет, он ставит ее точно в центр стола. Он еще несколько раз поправляет положение бутылки, пока результат его не удовлетворяет. А вот не понимаю, чего так возмущается Седуца. В стремлении к порядку нет ничего плохого, шепчет вам А вот и возвращается к наблюдению. Арон, ваше здоровье. Все разбирают кружки и делают по изрядному глотку. Наконец лидер отряда смотрит на вас. Что-то нужно? Говорят, ты купил место на корабле капитана Седуца. Так, нет, давай, что привело у тебя на архипелаг? Мы заключили с Валианской торговой компанией договор на охрану их самой дорогостоящей собственности. Он прямо ущется от гордости. Если нужна работа, настоятельно советую обратиться к ним. Платят хорошо и в срок. Он поднимает кружку, его товарищи повторяют тот же жест. Серафин встает поближе и взмехается. Точность расписания корабельных перевозок важна для торговцев, но куда важнее для пиратов. Ты что-то сказал? Просто восхищаюсь твоим аппетитом, приятель. Нет ничего лучше после обеда, чем парочка дынь. Говорят, ты купил место на корабле капитана Седуца. Верно. У капитана было четыре хороших, незанятых койки. Все одного размера и смотрят в одну сторону. К тому же она обещала, что долго в порту не задержится. Весьма достойное предложение, он отпевает вина. Я смогу убедить тебя уступить мне место на корабле Седуца? Даже не обсуждается. Мы заключили контракт в Такове, и клиент уже внес аванс. Он отпевает из кружки и тут же вытирает ее кромку, сложенную на самом платком. И мы уже заплатили Седуца. Вряд ли я смогу вернуть потраченные монеты. Я хочу перекупить место на корабле. Рыцарь Золотого Соглашения связан с заключенным контрактом. Ими обязаны как можно скорее попасть в Такову. Он морщится и опускает свою кружку точно в середину мокрого кружка, и отдельно совпадающего с ее краями. Столь срочная покупка мест на другом корабле вылится в немалую сумму. Прояви внимание, я помогаю одной женщине и ее детям обрести лучшую жизнь. Оглянись вокруг. Весь архипелаг Мертвого Огня сплошная юдаль страданий. О глотке уже молчу. Он поворачивает кружку, чтобы трещина не оказалась с другой стороны. Зоти, от таких как ты нет в проку. Где твое сердце? Или оно давно иссохло? Зоти скалится и поднимает свою лампу так, словно способна с ее помощью вытащить душу из его все еще живого тела. Я держу слово. Может для тебя это и пустой звук, но важно для меня. Он отворачивается от Зоти Ко. Где в Роа Тай ты найдешь для них лучшую жизнь? Они лишь сменят одни беды на другие. Кроме того, я связан контрактом. Блин, вот если мы были паладином с рыцарями. Я заплачу достаточно, чтобы ты купил место на другом корабле. Он отвлекается от кружки и бросает на вас долгий хмурый взгляд. Все корабли, отплывающие в Роа Тай, нагружены сияющей адрой другими ценностями. Наемники, даже нашего уровня, не получают так много. Дипломатия, заплатить тысячу медиков. Считай, что я тоже заключаю с тобой контракт. Он замирает и смотрит на деньги. Помедлив, он разделяет монеты на четыре равные кучки и кивает. Вы потеряли тысячу медиков. Да будет так. Считай, мы заключили сделку. Он удаляется вместе с остальными рыцарями из золотого соглашения. Прошу прощения. Так. Ну, немножко переплатили, конечно, но зато мы помогли. Мы же делаем добрые дела. Все, больше здесь ничего нет. Ну, что ж, ладно. Что тебе от меня нужно? Арон больше не хочет плыть с тобой. Она с подозрением смотрит на вас, а солдат рядом с ней пожимает плечами. Тебе стоит поспешить. Впрочем, мне плевать. Если влипнешь в беду, переживать не стану. Места оплачены. Можешь тащить своих друзей, но при условии, что не станете доставлять мне проблем. Она глядывается по сторонам, убеждаясь, что не послушаю. Только поскорее. Если ты тут натворишь дел, мне с ними иметь дело не хочется. Она смотрит на экипаж и делает вращательное движение пальцами. Музыка. 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 К вам идет улыбающийся мужчина. У него длинный неровный шрам на предплечье, который он всем демонстрирует, закатав рука. Ты из новеньких, наверное. К счастью, для новеньких у нас скидка. Всего один кошель медяков за твою жизнь. Он застает нож, один из его спутников широко улыбается, показывая дырки на месте зубов. Судя по тому, как они собрались вокруг тебя, оставив спины неприкрытыми, они здесь тоже недавно. Знание улиц. Так. Блеф. Заплаты 50 медяков. Да ты здесь меньше, чем я. То есть ты работаешь на чужой территории. Вышибало. Я же тебе говорил. Один из них толкает главного в плечо. Громилы переглядываются и настороженно перешептываются. Кажется, мы ошиблись. Забудем, ладно? Он отступает, улыбаясь. Они поспешно отступают, смешиваясь с толпой. Знание улиц нам пригодилось. Покрытые грязью и плесень изображения окажутся тщательно проработанными и очень старыми. Так, ну и нам к дому бихи. Дому бихи это вот бихи. Моя деревня такой не была. Почему королева наказана не прогонит чужаков? Я нашел батара в старом городе, он мертв. Конечно, но я надеялась. Она замокает, отводя взгляд. Все равно, спасибо, что рассказал. Я говорил с капитаном Сидуца насчет путешествия из Никитаки. И что? Биха слушает зотеёной надеждой. Денис смотрит на вас округлыми глазами. Она согласилась взять всех вас. Биха теряет до речи. Утирая слезы, она роняет фруктиру. Зоте, наш хранитель просто уникальный, да? Я сейчас сама расплачусь. Да будет тебе всегда по пути ветера мира. Мы вечно будем молиться за тебя. В этой жизни и после неё. Она подбирает обоих малышей и подгоняет остальных дверей. Ну что ж, мы неплохо справились. Верно он сделал это своими собственными руками, посыльные в плаще. Ариторн, ты привлёк внимание важной фигуры. К вам подходит некто к плащей и хрипло шепчет, прячется под капюшоном. Если тебя интересуют деньги и полезный друг, приходи в теснины в западной части глотки. Когда доберёшься до переулков, поверни направо и сразу ещё раз направо. Потом ступай по изгибу влево. Охранники на дверях постоянно жуют свех, так что ты без труда пройдёшь по их следам. Под капюшоном блестят зубы посланец. Скажи, что тебя пригласил Дерео. И постарайся вести себя прилично. Пламя, как же он боится, что кто-нибудь помнёт его драгоценную книжечку? Или он озагнутый уголок пальчик порезал? Прекрати, у меня уже бока болят. Ах, как же я по этому скучал. Ты заметил, как он всё время одежду чистит? Ему не хочется признаваться, но он боится, что чайки... Биха правильно сделала, что уехала из глотки. Только так и надо. Я буду скучать по Бихе её малышке. Малыш, нет, без них слишком тихо. Надеюсь, у них всё будет хорошо. Вот, то есть они реагируют как бы на то, что у нас сделали. Это хорошо. Так, светилища петлятеснины. Вы входите в аллею. Вновь ударяет вонь мочи и дым от факелов. Направо и налево простирается длинный проход. В мерцающем свете факелов мелькают таинственные тени, но на таком расстоянии невозможно их рассмотреть. Тем временем за вашей спиной не смолкает глотка в непрекращающемся шуме и суете. Повернуть направо. Вы пробираетесь сквозь тёмный проход и видите перекрёсток. Туннель разветвляется направо. В конце тёмного прохода слышатся приглашённые голоса, но никого не видно. Ещё раз направо. Туннель поворачивает налево. Полу входа залит чем-то густым и тёмным, словно смола. Похоже на свиф. Повернуть налево. Появляется отряд стражников. Скрестив руки на груди, они преграждают вам путь. Один из них выплёвывает вам под ноги вязки из густок тёмного цвета. Во рту он перекатывает тёмный комок. Возвращайся по добру, по здорову, дружище. Дальше вход только по приглашениям. Дерео отправил за мной гонца. Стражники кивают и пропускают вас, смачно пережёвываясь свет. Проход упирается во внушительную дверь, изготовленную из отполированного красного дерева. Через небольшую щель мелькают отблески теней от костра и ярких тканей. Тёмный поток воздуха доносит до вас аромат сандалового дерева и коричневого масла. То, что скрыто за этой дверью, наверное, явно выбивается из обычной обстановки глостки. Войти. Погромщик. Спроси босса. Дерео тощий. Орудие украшено гербом королевской компании Архипелага. Худой длиннорукий мужчина в одной руке держит носовой платок, в другой – иголку с ниткой. Завидев вас, он накладывает в Газилии, и вы видите по краю платка искусственную золотую вышивку с тем же узором, что на его великолепной куртке. Также вы замечаете странный бугор на его ноге, тянущийся от лодыжки до бедра. Преступники милого рода. Дерео, немало времени прошло, а? Давно я не видел твоей тощей задницы, аж с самого колдуна. Серафен низко кланяется, улыбаясь. Правда, глаза его остаются совершенно серьезные. У меня было много дел, а у тебя и твоего нового друга нет? Он оборачивается к вам. Но если бы я знал, что среди нас есть хранитель, то послал бы приглашение куда раньше. Зачем ты пригласил меня сюда? За тобой закрепилась репутация дебошира, но ведь и от таких тоже бывает польза. Я предлагаю тебе работу. Такую, на которой пригодятся навыки хранителя. Во владении Уана по имени Такано находится артефакт, называемый Корнетом Волну. Я бы хотел, чтобы ты освободил его по моей просьбе. Он изображает руками летящую птицу. Зачем тебе хранитель? Хранители видят то, что от других сокрыто. Такано тщеславен, у него много других слабостей. Как твой дар тебе, конечно, покажет. Его вилла стоит на восточной стороне Змеиного Венца, чуть ниже дворца. Умедлит сложив пальцы домиком. Приспособленка, которую я нанял сначала, оказалась слишком дерзкой, и ее выгнали из квартала. Я надеюсь, твои утонченные манеры и уникальные таланты позволят избежать таких сложностей и убедить Такано. В конце концов, лучше не раздражать попусту наших дорогих Матару. Когда добудешь Корнет, принеси его мне. Я хорошо тебе за него заплачу, да и мое расположение в этой части города решает массу проблем. Ты хочешь узнать про Корнет или про тайные Хромондры, которые он открывает? Он открывает рот и шагает вперед, скрипя Ортезм. Джелларде! Вы, Хранители, умеете творить чудеса! Он хлопает в ладоши, и фигура, ожидавшая двери, устремляется в теснине. Выходит, это конец нашего сотрудничества? Он откашливается и достает мушкетон. Помедлив мгновение, он подает его вам. Никто не скажет, что Дерелла скуп. Вы получили предмет Кухонная плита. Этот предмет помещен в тайник. Неточность. Точность в дальнем бою минус 10 для атаки. Затупленные критические удары. Урон от критического падания минус 25. Мультивыстрел. Отличное качество. Урон плюс 30. Точность плюс 20. Время перезарядки. Минус 25. Случайный выстрел. Случайный выстрел. Мне бы не хот... Очень не хотелось говорить этого. Он улыбается вам с уважением, хотя несколько напряженно. Потом кивает одном из своих помощников, которые приносят кошель. Вы получили 200 меди. Надеюсь, это полностью закроет вопрос денег. Слишком мелкая тема, чтобы посвящать ей много времени. Давай-ка сменим тему. Что тебе нужно? Так, насчет Корнета Волн. О, тут между нами спора не будет. Во всяком случае, я на это надеюсь. Он складывает руки домиком и смотрит на вас с поверх длинных пальцев. Что у тебя с ногами? Буря, поспешно принятое решение, несчастный случай в море. Плавать я больше не могу, но по-прежнему хорошо шью. Он загадочно улыбается. Жизнь на архипелаге непредсказуема. Порой она вцепляется в тебя зубами лишь для того, чтобы выбросить на новый берег. Мне кажется, принщипи разделены. На какой стороне ты? Зачем выбирать сторону, словно мы враждующие торговцы из республик? Он делает такое лицо, словно учил что-то гнеющее. Раньше никаких споров не было. Были только принщипи, объединенные общими интересами и культурой. Но наша слава крепла, наши ряды ширились. У многих новичков нет никаких границ. Они совсем не уважают наше прошлое. Он тянется длинными пальцами к своему соло-нету. Серафен, это не пустая болтовня, капитан. Жаль, нет способа вернуться в старые добрые времена. Серафен вздыхает. Прислушаться. Но они нужны нам. Новички теперь тоже принщипи. Многие из них слишком изобретательны по меркам старой гвардии. Так, ну деньги мы ему отдавать, наверное, не будем. Хотя, давайте отдадим. Дайте 600 меди. Я нашел предлежащие тебе деньги. Принципиальности тебе не откажешь. В Никитаке такое встречается реже, чем у моллюсков зубы. Оставь себе. Те, кто называет честность наградой самой по себе, лгут. Он швырит длинными пальцами и снисходительно улыбается. До свидания. Секундочку, чуть не забыл. Он берет шитье со стола и разворачивает его. Отрез материи куда больше, чем можно подумать. Паракомпланка, возьми его. Порадуй, моя тщеславия. Он передает вам мастерски расшитый флаг. Вы получили предмет эмблема Принципи. Он не настолько велик, как паруса, которыми я когда-то занимался. Но пальцы мои не знают покоя. Так, то есть мы умудрились выполнить какое-то задание. Зов Корнета. Деро очень обрадовался, когда я рассказал ему о мозаике у Кайзо. Он предупредил, что я никому не должен говорить об этой находке. Так. Да. Ну понятно, какой Корнет мы ему передали. Но блин. Как-то это все не круто. Как-то это все, ребята, не круто. Непонятно, что вообще случилось сейчас, честно говоря. Так, теснины в глотку, в гнилый ряд. Давайте в глотку вернемся. Светилища питки. Давайте сходим сюда, посмотрим, что это. Выброшенная кошка. Икис. Все защиты плюс 3 против атаки, воздействие на тело, воздействие на разум. Дает воздействие животного на отряд. Ну, вообще, конечно, идея собирательства кошек по району, это просто гениально. Это просто... Петля. Над грудой сушеных, горьковато пахнущих трав склонилась натужно кашлящая женщина, измельчающая и смешивающая их на грязном пергаменте. Она преграждает вам путь, утирая протертым додер рукавом слезящиеся воспаленные глаза. Ее капюшон соскальзывает, и вы видите на лбу женщины выцвешивая татуировку в виде трех звезд. Герб детей утренней звезды. Зоти Питли? Хаун, милосердный, я тебя не сразу и узнала. Слишком уж ты бледная для утренней звезды. Не знала, что ты здесь, Зоти, говорит Питли. Слушай, тебе с друзьями лучше здесь не задерживаться. Она отворачивает лицо и пытается сдержать натужный кашляр. Я скверно себя чувствую и не хочу заражать еще и других. Ты больна? Ничего такого, с чем бы не справился имбирный корень и здоровый сон. Прошу, уходи. Она вновь смещается, чтобы не дать вам загибнуть в комнату за ее спиной. От запаха разложенных на столе трав у вас начинают першить в горле. Возможно, я смогу чем-то помочь. Дети утренней звезды. Это не... Она раздражается новым приступом кашля, и вы пользуетесь этим моментом, чтобы заглянуть вовнутрь. Секунду. Это ведь я тебе суда через Сейвен и другие утренние звезды. Она испускает хриплый вздох. В таком случае... Возможно. Там несколько больных Рапару, но я мало чем могу им помочь. Разве что обеспечить комфорт. Она смотрит на алое пятнышко на своем запястье. И скрыто. А лот, разумно ли держать переполненный приют для больных прямо посреди густонаселенного района города? Он оглядывается по сторонам так, словно ожидает увидеть облака тосичных испарений. А, это лучше, чем позволить им слоняться по всей округе. И я, хоть и не могу спасти их, способна не дать им умереть в канаве. Почему ты прячешь больных? Потому что у них моряцкая рихорадка. Слухи разносятся стремительно, а убивают и того быстрее. Что такое это моряцкая рихорадка? Подарочек от воэлианцев. Хмурится она, вытирая глаза от гноя. Легкие наполняются мокротой, вынуждая постоянно кашлять в попытках очистить их. Одна из моих пациенток кашляла так, что повредила ребро. Со временем становится так худо, что уже не можешь откашляться. Ты просто лежишь, селишься сделать очередной вздох, а затем однажды захлебываешься мокротой. Говорят, финальные муки очень болезненные для отсидолга. Мокнув, она смотрит куда-то вдаль, слезящимися глазами. Я слушаю. Я узнала, что некоторые рапару заболели и привела их сюда. Городские целители вниз не спускаются. Она хмурится и гневно морщит нос. Я все поняла сразу, как услышала хрип, с которым им давался каждый вздох. Она вытирает тыльную сторону ладони, а ногу ежится. Помочь может только эликсир из соснового семени. Он стоит очень дорого, но эпидемия обойдется дороже. Если об этом узнают остальные, бедняк отошлют прямиком в старый город. Ни один богачник и таки и монеты не потратит на помощь рапару. Очень мило с твоей стороны побогать. Им нужна помощь? Возможно. С ее воспаленные глаза блестят. В гнилом ряду можно достать что угодно. Куда сложнее туда попасть и скопить нужную сумму. К сожалению, у детей Утренней Звезды нет нужных связей в этой части города. Она отворачивается, заходя с кашлем, отхаркиваясь в ладонь. И мне известно, что ты успел нажить себе врагов в этой части города. Нужно что-нибудь. Какой интерес глотка представляет для детей Утренней Звезды? Самый благородный. С Рапару обращаются точно со скотом. Их даже вынуждают питаться обедками из мусорной кучи возле лифта. Качает голову она. Не то, что я должна рассказывать тебе. А Дерео и его прихвостни из Принщипи пользуются всей этой анархией, обустроив черный рынок в гнилом ряду. Дерео. Он стоит почти за всей местной преступностью. Одни говорят, что он сторонник традиций старой Валии. Другие называют его головорезом с хорошим вкусом. Она расправляет руки, имитируя ладонями чаши весов. Как бы то ни было, советую держаться от него подальше. Она дрожит, но вызвано ли это страхом или болезнью, не ясно. Я слушаю. С тех пор, как в Никитаку стали прибывать премена с других островов, в глотке начало становиться тесновато. Кого-то вынуждают засняться с насиженного места пираты и налетчики, а других – головорезы торговой компании. Ее взгляд мрачнее. Есть и те, кто наслушался баек о том, что в город вливаются иностранные деньги. Вот только мало кто понимает, что эти потоки распределены между чужеземцами и знатью. Надо делать круговое движение пальцем. А, и утренние звезды пытаются исправить ситуацию? Делаем, что можем. Большинство наших прибыли из Рыцераса после гибели Варласовых полей и Войны Святого, либо же родились в семьях таких беженцев. Мы еще помним, что такое нищета. Она опускает взгляд на грязный, покрытый пятнами пол. Ясно. Возможно, гнилый ряд распределяет часть богатства здесь внизу. Так говорят Дерео и его дружки, мажется она. Они нанимают Рапару, чтобы те подслушивали за происходящим в порту и докладывали о встречах торговцев. Не могу винить Рапару, ведь иначе им придется питаться обедками из мусорной кучи. Но и Принщипе я доверяю не больше, чем торговым компаниям. Она складывает руки и качает головой. Сарафен, тут ведь в чем проблема. Рапару являются их клиентами и соучастниками. Для тюремных жемшей из запада, а не лишь товар. Он постукивает себя по кончику носа. Петли. И кто бы из лидеров города Непалара, Пару в любом случае попадут под раздачу. Ясно. Порой я думаю, что даже... Что ради этого Эатасис и отправил нас к архипелагу Мертвого Огня. Здесь нужна наша помощь. В последнее время я быстро устаю. Она разминает спину, вправляя позвонки. Хорошо, у нас появилось новое задание. Горькое лекарство. Да я уже догадываюсь, у кого это лекарство, ребята. Фляги пустые, если не считать сухого налета от некогда сохранившихся в них снадобий. Светилища исписана молитвами. Некоторые выведены шифром у Ана. Чашки наполнены источающей горьковатый запах массы. Ну ладно, пойдем гнил и рёт. Это задача, по-моему, у нас. Хотя нет задания, вроде как. Но что-то, ребята, мне подсказывает, что это будет нам непросто. Потому что мы уже испортили репутацию. Ну, сейчас посмотрим. В убежище Терео. Давайте к нему сначала сходим. Может он нам сможет помочь в этом вопросе. Нет, ничего не может нам помочь. Ладно, тогда идем в милый ряд. Я думаю, что это снадобие у того торговца. Мы можем заказать убийцу его убить. Надо бы отыскать в гнилом ряду с надобие от моряской лихорадки. Кожа и прочие товары и орнат. Давайте, кстати, посмотрим. Наша репутация, по-моему, как бы особо не изменилась. Тебя привлек запах кардамона? Может быть, аромат молотого перса или еще что-то покрепче? Мне нужно лекарство от моряской лихорадки. Советую спросить в другом месте. Она наклоняется поближе и понижает голос. Осторожнее. Если мотары услышать о вспышке болезни, к тебе могут возникнуть вопросы. Она приподнимает брови с незрящими глазами. А может быть, лучше, чтобы они услышали? Желаю разбодриться или же оставить печали позади? У меня найдется товар на любой случай. Скидка на предметы плюс 10. А, ну, кстати, плюс 20 было. То есть, с таким мы немножко сбросили себе цену. Ладно. Так, подождите, а у него нет? Чем могу помочь? Только говори тихо. Он наклоняется поближе. Мне нужно лекарство от моряской лихорадки. Что? Надеюсь, ты не болен? Но не волнуйся. Если мотару будут спрашивать, я им не скажу. Он подмигивает, постукивая пальцем по нижней губе, но слегка отодвигается от вас. Мариатская лихорадка очень опасна. От нее умирают. Он качает головой. Лекарство не дешевое. Но разве здоровье не бесценно? Он одаряет вас обаятельной улыбкой и постукивает вас семью пальцами по столу. С другой стороны, учитывая твою, так сказать, определенную репутацию, не то чтобы я часто позволял себе подобную фривольность. Если цена для тебя слишком велика, могу предложить оказать мне одну небольшую услугу взамен. Он с надеждой во взгляде приподнимает брови. Расскажи мне об этой небольшой услуге. Только помни, это строго между нами. А то, поговаривая, ты слишком любишь откровенничать. Есть тут один торговец, которого быть не должно. Он проводит пальцем под своему горло. Я не убийца. Он раздраженно стучит себя в грудь. Тогда что ты делаешь в гнилом ряду? Чем мы тут, по-твоему, занимаемся? Чаепитие для крыс устраиваем? Эдер, обычно так говорят те, кто не хочет раскрывать другим своих истинных намерений. Эдер, прищурившись, смотрит на Эрнесса. Эрнесса потирает, переносится и вздыхает. Этот торговец заправляет лавкой в конце улицы. Народ называет его веретенником. Избавишься от гадины, получишь лекарство. Он кивает, и его очки сверкают, отразив пламя свечей. Эдер, не спеши. Его называют так, потому что он носит с собой веретену, или потому что у него такие кривые ноги. Он театрально игнорирует Эдера. Что ты знаешь о веретеннике? Мерла. Это опасное заболевание. Роя себе берлогу, Твайр не спросил разрешения даже у Дер... Эхм, босса. Главный способ получить дыру от кормы до самого носа, говорит Серафен. Кривится. Кривит в морщинистые губы. Босс? Тедерео? Я не называл никаких имен. Он нервно почесывает бороду. Но вернемся к веретеннику. Говорят, он умеет читать мысли. Ты говоришь о торговце так, словно он не из разумных существ. Это визрак. Он подается вперед, чтобы заговорчески прошептать вам на ухо. Это все? Укачает головой. Говорят, он мысли читает. А мы в нелом ряду народ простой. Шума не любим. Тому, кто умеет читать мысли, среди нас делать нечего. Смекаешь? Он наклоняет голову поближе к вам. Ладно. Давайте посмотрим, где этот вертенник. Крипта. Вот здесь, что ли, он стоит? Где-то. Ну, мы просто поговорим сначала с ним. Бездумная собака. Что это? Существом. Человек? Визрак наклоняет голову и на вас фокусируются его многочисленные глаза. Его странные спутники также внимательно разглядывают вас. Эдер. Ладно, начну первым. Он откашливается. Правда ли, что некоторые твои сородичи покрыты приятным на ощупь мехом? Один из глаз визрака поворачивается к Эдеру, но спустя мгновение снова смотрит на вас. Убер. Какой секрет это откроет? Вы слышите легкое поскрипывание внутри головы. Второй голос говорит прямо о вашем сознании. Дай посмотреть. Дай посмотреть. Визрак восторженно пощелкивает клешнями. Серафен, будь начеку, Кэп. Чтении мыслей нет, ничего страшного. Но будь мне двухголовым огром, если у них не припасено других козырей в рукаве. Серафен внимательно смотрит на визрака. Тем временем в визрак все глубже погружается в ваше сознание. Какой секрет тебе нужен? Что угодно. Все. Существо погружается в ваше сознание и цепляется за одну мысль. Ты ведь тоже из тех, кто ищет и познает. Неужели ты отвергнешь нас? Мольба существа впечатывается в ваш разум, словно четкая надпись. Он вцепляется в очередное воспоминание. Да, и тебя на архипелаг привела жажда знаний. Давай лучше поговорим. Почему вы тебя просто не спросите о том, что ты хочешь узнать? Язык, состоящий из звуков, скучен и пуст. Существо щелкает жвалами. Зачем спрашивать, когда можно увидеть все самостоятельно? Визрак все глубже проникает в ваше сознание, вороша воспоминания. Хранитель. Дирвуд. Дикие поля. Живых земель. Ждать. Смерть. Жизнь. Безбрежное море, полное штормов, пиратов и... В вашем сознании возникает образ гиганта Иотаса. Прекрасный секрет. Вы слышите, как визрак потирает жвало одно другую. Вам сразу представляется обжора, жадно облизывающая губы. А вот, я не доверяю этой твари. Совсем. Он бросает взгляд на визрака и с коса смотрит на выход. Существо будто запускает щупальца в ваш разум, посылая вопросы вашим мыслям. Него странные спутники неподвижно ждут. Мне нужны кое-какие припасы. Гримуар, веретенника, камень, сизифо. Тщетность минус 2 к скорости действия атакующего на 35 секунд при получении удара в ближнем бою. И все. Отлично. Кстати, вот у него ноль, так что... Но мы, возможно, потом с кем-то поднимем репутацию и продадим все еще дороже. Твоя манера совать нос не в свои дела начала злить твоих соседей. Он возмущенно трещит. Эльфийка скрипит зубами. Эльф в плаще. Крохотный умишка с примитивными желаниями. Зачем он тебе? Ты... Эльфийка молкает на полусловие, продолжая стоять с открытым ртом. Визерак отпускает ее сознание, словно наскучившую игрушку. Затем он переключает свое внимание на вас. Вы ощущаете, как существо копается в ваших мыслях с той же легкостью, с какой вы были стали книгой. В вашем сознании всплывает образы, воспоминания. Вы видите, как кашляет Питли, пытаясь рассказать о лекарстве от морской охорадки. Затем вы видите Эрнется. Позволить. Визерак закапывается все глубже. Он видит вас в лавке Эрнется, когда вы расспрашиваете о лекарстве от морской лихорадки. Визерак заинтересованно щебечет. Отпускай. Существо продолжает мягко, но настойчиво копаться в ваших мыслях. Вновь разыгрывается ваша сцена общения с Эрнется. Он рассказывает вам о великейнике и предлагает убить того в обмен на лекарства. Визерак отпускает ваш разум. Что тебя связывает с той торговкой? Его глаза продергиваются от любопытства. Смотрят они на вас, не моргая. Торговка? Та, что зовет себя Эрнессо. Существо нетерпеливо дергает лапой и его жест повторяет один изограф. Хммм. Эрнессо-мужчина. Эрнессо хочет твоей смерти в обмен на редкое лекарство. Да, Эрнессо мало что говорило, но ее мысли сказали многое. Мы знаем, что она замышляет против нас. Но тебе плевать на Эрнессо. Тебе нужно только лекарство. Позволь нам поведать тебе удивительный секрет. Существо приплясывает, потирая одну кривую лапу от другую. Эльфика покачивается и хлопает в ладоши. Под ее кладовой есть тайный проход. В глазах существа вспыхивает искра. Иди по мосткам на восток от ее лавки. По этому пути она поставляет товары Дерео. Почему ты мне это рассказал? Мы хотим, чтобы секрет Эрнессо обернулся против нее. Получи свое лекарство. Он походит ближе. Эльфика и огоры тоже шагают вперед, хотя лица их по-прежнему ничего не выражают. Если избавишься от нее, мы сможем продать тебе кое-что особенное. По особой цене. Жвалые существа весело пощелкивают. Сорговка и торговец могут подумать о тебе дурно. Так, на восток от ее лавки по мосткам. Это сюда получается? Нет, подождите. В восток, это в другую сторону. Здесь какие-то мостки. А, вот они, да. Так, и вот мы сейчас должны были заметить проходик. Да, мы нашли его. Так, и вот. Ну, это было интересно. Конечно, да, сейчас какой-нибудь из наших подписчиков скажет, а почему не украсть лекарства, а потом не убить их обоих, чтобы получить больше опыта. Я помню, как часто мы делали подобное в Baldur's Gate. А скажешь мне секрет? Да, и все благодаря твоей щедрости. Огуро неторопливо кивает. Тебе известно о месте под трущобами. Есть и другое. Дальше, под морем. Там таится секрет столь важный, что его решили скрыть сами боги. Найти такое просто чудо. Его глаза сверкают. Хм, что ты делаешь в лодке? Мы копаем. Многие создания здесь хранят многие тайны. И еще больше в каждой пропасти. Огур, город под городом. И еще в руинах. Там полно твоих секретов. Соперничества. Предательства. Мы ищем самые древние, самые давние секреты, что таятся в глубинах и вырезаны на поверхности обветренных камней. Вот как будто. Твои друзья, сломленные обитатели этой Юдали, знают давние тайны. Знают, но отказываются поведать их мне. Расскажешь, что тебе известно об Эрнессу? Она боится нас. Боится, что мы всем расскажем о ее секретах. Эрнессу много чем торгует. Продает товар всяким людям, преступникам и главарям. Поэтому в ее магазине есть потайной ход. Иди по мосткам. Так, ну все, спасибо. Так, а что, кстати, может быть у нас с ним улучшилось как-то отношение? Нет, не улучшилось. Ну ладно. В принципе, я не сказал бы, что мы сейчас сделали что-то плохое. Это было даже интересно. Прикоснуться к воровскому миру. И, кстати, одной из опций, получается, все равно было убить Эрнессу. Так, в Теснинную, в лодку. Кстати, по идее, если мы можем пойти в Теснинную до сих пор, то, может быть, мы сможем там что-то еще отдельно найти. Попытаемся, может быть, записать. То есть, там повороты направо-налево. У меня уже есть гость в голове. Хватит с меня и одного. Извини, приятель, я думал, тут царапин на твоем плече и так все видят. Бывало ли с тобой такое, что тебе в голову приходит мысль, и ты решаешь оставить ее при себе? Чаще, чем ты думаешь, мой дерзкий друг. Чаще, чем ты думаешь. Нужно что-нибудь? Вот твое лекарство. Взгляды водянистых, воспаленных глаз смещатся между вами и флаконом. Она откашливается в ладони. Это может спасти жизни многих заболевших. Она протягивает вам руку, предварительно вытерв ее об одежду. Отдайте лекарство. Она берет бутылку и откупоривает ее. Наружу вырывается резкий смолистый запах. Петли вдыхает его и улыбается. Вы потеряли предмет. Превосходно. То, что нужно. Спасибо. Прими это в знак моей предательности. Признательности. Предательности, да. И благодарности детей утренней звезды. Тепло холгота. Жрец. Плюс три к уровню мощи. Восстановление. Защита от огненного урона. Плюс три. Класс защитов. Вместо драгоценного камня в это кольцо вставлю насколок витражного стекла из святодели Халгот. Позже названное из святоделию Молота Бога. Стекло теплое на ощупь. Это кольцо, символизирующее обновление и сострадание к угнетенным, подарило вам Жрица и Атаса Питли за вашу помощь в борьбе с недугом. Прошу прощения, но мне надо заботиться о тех, кто сильнее всех болен. Ну, получается все. Задание мы выполнили. Горькое лекарство. Отлично. Так, и колечко тогда Жрецу. Так, а что там у нас с собаком? Алкоголь, минус 2, свидетельность и воздействие. Собака, которая нам помогает справляться с алкоголем. Замечательно. Да. Так. Жизов корнета, горькое лекарство и... Все на борт. Почему все на борт было в задаче, хотя это было такое довольно долгое задание. Интересно. Так, ну, при этом мы еще не обследовали, конечно, всю глотку. Вот, у нас есть еще, например, дом Телис. Вот, давайте пойдем туда. По дороге загляну в этот ящичек. Дом Телис. Так, в этом у Телис никого нет. Ничего, я так понимаю. Ладно. Так, дом Телис. Дом Иноя. Давайте-ка Иноя пойдемте. Меня мочат кошмары. Порой трудно уснуть. Дом Иноя. И мы получили новый уровень. Не все, правда, по-моему. Иной стоит здесь. Пожилой Ропару замечает вас и начинает быстро моргать. Он подходит поближе, шлепая под своими ногами панированным доскам. Что скажешь, мальчик? Он отворачивает, поворачивает лицо к вам, быстро моргая. Руки старика похожи на сухие палки, а уцелевшие зубы желтые или чернет многих лет плохого питания. Ты видишь меня? Ты знаешь, кто я? Я вижу много разных вещей. Просто вижу их совсем не так, как остальные. Я и слышу очень много. Мне рассказывали о твоей доброте, хранитель, переследующий Эатаса. Кроме того, я слышу биение сердца Ропару, усталого и настрадавшегося. Теперь в глотку пришел хранитель, как и предсказано Амирой. Что заставляет Ропару страдать? Ропару стираются в пыль под гнетом других каст. Мы медленно умираем от голода, проводя свои жизни в муках. Зоти, никто не заслуживает страданий, во всяком случае таких. Серафен тихо посмеется себе под нос. Старик пожимает крещанок. Так живут Лана. Рыба в наших сетях предназначена для всего племени. Плоды с наших полей тоже собираются для всего племени. Монеты в наших карманах прям лежат не кому-то одному, а всем. Все, что у нас есть, передается клану. Потом клан это делит. От заслуживающих большего, до заслуживающих меньшего. Почему Ропару достается меньше всего? Почему они меньшего заслуживают? Почему их последними допускают к имуществу племени? Матару рискуют жизнями, защищая клан. Куару поставляют товары и услуги. Племя заботятся о Ропару в большей степени, чем Ропару дают племени. Просто нас стало слишком много. Утренние звезды накормили бы нас, но стражи им запрещают нарушать правила честной дележки. Раньше нам помогал Улок, пират с добрым сердцем. Он работал с капитаном Принщипи Безумной Мореной. Приносил нам еду с Черного Рынка. Уже несколько дней нам ничего не достается. Что случилось? Улок никогда не опаздывал со своими передачами. Всегда был пунктуален. Очень хороший. Чтобы он задержался на несколько дней, ничего не сказав. Думаю, он просто мертв. Королева отказывается увеличить нашу долю в честной дележке. Без передач улока мы умрем от голода. Потому я спрашиваю тебя, что еще мы можем сделать? Вам нужен заступник. Я поговорю со Знатью Смейном Винце от вашего имени. Может тебе удастся достичь того, на что моя каста не способна? Если ты принесешь нам милость короны, все Рапару будут перед тобой в долгу. Как еще можно решить проблемы с неостатком еды? Если мы не можем убедить Матару и Принщипи, то Утренние Звезды помогут нам. Питли – Дитя Утренних Звезд. Она стала самой известной целительницей в глотке. Думаю, она с готовностью выслушает твою просьбу о милосердии. Как еще можно решить? Кто ты? Я много лет прожил в глотке. Моя кожа и кости старели и старели. Так что Рапару теперь называют меня Паки Токири. Уанское слово, означающее «большой человек». К Паки Токири обращаются, чтобы разрешать гражданские споры. Типа народный такой советник. Конечно, я не слишком велик и силен, но если в глотке возникает спор, я смогу его разрешить. Расскажи мне про глотку. Какова история этого места? Время и горе превратили глотку в место многолюдное и слишком грязное. Когда-то мы, Рапару, жили в отличном городском квартале. Но время никого не жалеет, как и части старого города под Никитакой. Когда-то давно к нам хлынули чужаки. Море обрушилось на город. Гора взорвалась. Многие взывали Кондри и были поглощены. Его незрячие глаза движутся из стороны в сторону. Теперь Матару посылают нас в развалины старого города в качестве наказания. В той дыре нас ждет только тьма и смерть. Не тишина, но конец. Мы знаем, где находится гнилый ряд. Поэтому до свидания. Так, то есть у нас появилось новое задание. Называется гнилый ряд. Ну зачем, интересно? Ну ладно, хорошо. Так, гнилый ряд. Пища для размышлений. Ага, гнилый ряд и пища для размышлений. Два новых задания, получается. Хорошо. Ну, я думаю, что мы с ними будем разбираться, ребят. Но уже в следующей серии. В принципе, сегодня мы очень неплохо потрудились. Ну а на сегодня это все. С вами был Леторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы. Задавайте вопросы. Ставьте лайки под видео. До следующей встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok